Здравствуйте! Меня зовут Александра Станиславовна. Сегодня мы с вами продолжим изучать системный анализ и будем заниматься методами сетевого планирования в организации комплекса работ. Итак, система сетевого планирования управления охватывает следующие основные этапы планирования управления комплекса работ. Первое – это выявление работ, которые необходимо произвести в процессе проектирования или изготовления некоторого изделия и связи между ними. Второе – построение сетевого графика. Третье – установление количественных оценок по каждой работе. То есть это либо время, либо стоимость, либо ресурсы. Четвертое – расчет параметров сетевого графика вручную или можно посчитать либо с помощью какой-то программы, которую вы напишите сами, или можно пользоваться известной программой Project. Ну и самое главное, что нужно будет сделать – это анализ и оптимизация сетевого графика. То есть зачем его строить, если его не оптимизировать. Ну и сетевым графиком пользуются как основой для того, чтобы комплекс работ проходил вовремя и с учетом всех возложенных на него требований. Основным материалом для сетевого графика является перечень работ, в котором указаны и работы, из которых он состоит, и те работы, на которые опираются все работы, которые входят в данный комплекс работы. Ну, например, вот здесь на примере дана структурная таблица, в которой указано, что работа А1 начинается с самого начала. Для того, чтобы начать работу А1, не нужно ничего делать. А вот для того, чтобы начать работу А2, нужно, чтобы работы А1 и А3 были выполнены. Ну, что хочется еще здесь сказать. Как вы видите, из этой структурной таблицы работы записаны не по порядку. То есть мы с этим столкнулись с самого начала. Для того, чтобы началась работа А2, нужно, чтобы была выполнена работа А3. Что не совсем удобно. Поэтому, для того, чтобы пользоваться сетевым графиком, нужно работы расположить в порядке возрастания слева направо. То есть работы начинаются с самого дальнего левого, слева направо. И нумерация работ должна идти в порядке возрастания. Для того, чтобы это произошло, нужно все работы подразделить на ранги. Итак, работа называется работой первого ранга, если для ее начала не требуется выполнение никаких других работ. Итак, у нас работа первого ранга. Для того, чтобы ее начать, не нужно никаких других работ выполнить. Это работы А1, А3, А1, А3, А5 и, соответственно, А6. А5 и А6. Работа называется работой второго ранга, если она опирается на одну или несколько работ первого ранга. Итак, работа второго ранга. Давайте смотреть. Работа А2. Работа А2 опирается на работы А1 и А3, которые принадлежат первому рангу. Поэтому работа А2 будет принадлежать второму рангу. Работа третьего ранга. Это будут те работы, которые опираются на одну или несколько работ первого или второго ранга. Итак, давайте смотреть. Работа А4. Она опирается на работу А1, А2 и А3. Поэтому можно сказать, что работа А4 будет равняться работой третьего ранга. Так, я перехожу по таблице ниже. Итак, следующая работа у меня А7. А7 опирается на работы А1, А4 и А10. Десятой работы у меня в списке рангов нет. Поэтому я перехожу к работе А10. Она опирается на работу А9. Работы А9 у меня в списке также нет. Так, я перехожу к работе А9. А9 у меня опирается на работы А3, А4 и А5. А3, А4 и А5. Поэтому у меня работа А9 будет работой четвертого ранга. Если она опирается на работу А4, А4 является работой третьего ранга. Следующая работа десятая. Работа десятая опирается на работу девятую. А10. То есть она будет работой следующего ранга после работы девятой. Этот ранг пятый. Далее я возвращаюсь назад. И смотрю за работой А7. Работа А7 опирается на первую, четвертую и десятую работы. Первая, четвертая и десятая работы. Поэтому у меня работа седьмая. Седьмая будет работой шестого ранга. То есть следующего. Работа восьмая опирается на работы А1 и А2. А1. Вот посмотрите. А1 и А2. Поэтому восьмая работа у меня будет соответственно третьего ранга. Поскольку она опирается только на А1 и А2. Следующая работа одиннадцатая. Но она у меня опирается на работу двенадцатую. А двенадцатой у меня пока в списке нет. Ну давайте я посмотрю за двенадцатой работой. Двенадцатая работа опирается на А1 и А2. Поэтому у меня будет двенадцатая работа соответственно третьего ранга. Тринадцатая работа опирается на четвертую, пятую и десятую работы. Четвертая, пятая и десятая работы. Поэтому у меня тринадцатая работа будет соответственно шестого ранга. Она идет после десятого. После десятой. Это тринадцатая. Следующая работа А14. Она опирается на третью, четвертую и пятую. Третья, четвертая и пятая. Поэтому я могу сказать, что А14. Это у меня будет работа четвертого ранга вместе с работой А9. А14. А 15 у меня опирается на работу десятую. А 15. Она опирается на работу десятую и будет работой шестого ранга. Пятнадцатая. И, наконец, у меня осталась работа А11. Она опирается на седьмую и на двенадцатую. На седьмую. Вот на седьмую. Поэтому работа 11 будет работой следующего ранга. То есть седьмого. А11. И сейчас я запишу номера рангов. Вот здесь. Я продлю. Соответственно, у меня будет. Так. Значит, работа А1. Она у меня первого ранга. Работа А2. А2. Она у меня имеет ранг второй. Работа третья имеет ранг один. Работа четвертая имеет ранг три. Работа пятая имеет ранг один. Работа шестая. Обратите внимание, А6. А6 имеет ранг один. Работа седьмая. Седьмая имеет ранг шесть. Работа восьмая имеет ранг три. Это я пишу ранги. Работа девятая имеет ранг четыре. Работа десятая имеет ранг пять. Работа одиннадцатая имеет ранг семь. Работа двенадцатая. Вот двенадцатая работа. Она имеет ранг три. Работа тринадцатая имеет ранг шесть. Работа четырнадцатая имеет ранг четыре. Работа пятнадцатая имеет ранг шесть. Исходя из полученных рангов, мы перенумеруем наши работы. Итак, работа А1 имеет первый ранг. В1, В2, В3, В4. Все работы первого ранга я обозначила по очереди В1, В2, В3, В4. Следующий ранг второй. Работа А2 у меня будет В5. Второй ранг. Третий ранг. В6, В7, В8. То есть двенадцатая работа имеет ранг три. Других у меня нет. В8. Вот последняя. Дальше я буду перенумеровывать четвертый ранг. Четвертый ранг А9, В8, В9, В10. Вот, 10. Ранг пятый. Смотрим пятый ранг. Пятый ранг. Пятый ранг В11. Ранг шестой. В12, В13 и В14. И, наконец, В15. В15. Вот так мы перенумеровали. Просто перенумеровали работы с тем, чтобы начальная работа была самой левой. Ну и так далее. По мере совершения работ они будут становиться номерами больше. Ну, вот здесь вот более красиво заполнена таблица. Все то же самое. Но зато теперь можно поставить работы в порядке их возрастания. Согласно переобозначениям. Обратите внимание. В1, В2, В3, В4. Вот они. В1, В2, В3, В4. Они не опираются ни на какую работу. Вот так и есть. Работа В5. Вот обратите внимание. В5. В5. опирается на работы А1 и А3. Значит, В1, В1 и В2. Вот видите, В1 и В2. Ну, например, работа В6. Работа В6. Вот она, В6. Она опирается на работу А1. А1, В1. А2. 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 Это В5. И А3. АА3. Это у нас В2. Вот они обозначены. Работа В6 опирается на В1, В2, В5. Вот так вот. В точности также перенумерованы работы дальше. Итак, когда вам дана задача, первое, что нужно сделать, это упорядочить работы. Упорядочить. Иначе могут возникнуть некие сложности. Дальше строится сетевой график. Сетевой график – это конечный плоский ориентированный граф без контура, дуги которого имеют одну или несколько числовых характеристик. На сетевом графике имеются два основных элемента – работа и события. Работами называются любые процессы и действия, приводящие к достижению определенных результатов. Результаты – это как раз события. Продолжительность измеряется в единицах времени. Работы могут быть действительными, может быть ожидание и может быть фиктивная работа. Действительная работа – это работа, требующая затрат времени и ресурсов. Ожидание – это работа, требующая затрат времени, но не ресурсов. Фиктивная работа отражает логическую связь между работами и не требует ни времени, ни ресурсов. Событие называется результат произведенной работы или работа. Значит, что хочется еще здесь заметить. Если мы рассматриваем сетевой график, который состоит из работ и событий, то можно работу обозначать кружочком, а события связью, то есть стрелочкой. Можно делать наоборот. То есть работа. Работа – это связь, то есть стрелка, а кружок – это событие. Мы будем пользоваться вот второй терминологией. Можно, конечно, первой. Но мы будем делать именно так. Итак, работы изображаются последовательно. То есть если работа Г следует за работой А, а после работы А происходит выполнение первого события, то вот таким образом будет на сетевом графике показано, что работа А исходит из нулевого события, а работа Г – из первого события. И получается событие второе. Ну, если работа выполняется после одной и той же работы, то график разветвляется. Если для того, чтобы сделать работу Е, нужно, чтобы были выполнены работы В и Г, то, соответственно, график будет именно такой. Ну, показано, как выполняются работы после частичного выполнения работы. Ну, и с чего на самом деле быть не должно. Если работы В и Г параллельны, и они обе начинают выполняться после события 3, и после их окончания происходит событие 5, то параллельно стрелки идти не могут. Здесь вводится фиктивное событие и фиктивная работа. Фиктивное событие и фиктивная работа. Вот. Это действующие работы. Вот эта работа будет фиктивной. То есть она не требует ни ресурсов, ни времени. Вот это фиктивная работа. Ну, что происходит на последнем графике? Допустим, работа Е происходит только при условии выполнения работы В и Г. А работа Д только после выполнения работы В. И вот эта картинка неправильная. Следующая картина с использованием фиктивной работы отражает, что после выполнения работы В будет выполнена работа Д. А после того, как выполнены работы В и Г, будет выполнена работа Е. Вот эта работа фиктивная. На сетевом графике недопустимы хвосты и тупики. То есть вот эта дорога ведет в тупик. Этого быть не должно. Вы должны ввести фиктивную работу. В точности также не должно быть хвостов. Хвостов быть не должно. Вы также должны ввести фиктивную работу. И обратите, пожалуйста, еще внимание, в сетевом графике циклов быть не должно. Ну вот мы рассмотрели с вами первую задачу упорядочения и построения графика сетевого. Теперь посмотрим немножко другую задачу. Предположим, что при составлении некоторого проекта выделено 12 событий. От 0 до 11. Итак, я уже говорила о том, что события будем обозначать кружочком. Они вот обозначены. Ну, я обозначу 0,1. А вот эта работа, работа 0,1 обозначена стрелкой. 0,1 обозначена стрелкой. В точности так же, как и все остальные работы. 0,2, 0,3, 1,2, 1,4 и так далее. То есть указаны все работы и все события. Нужно обратить внимание на то, что данный сетевой график не обладает теми свойствами, о которых мы говорили. то есть сетевой график должен идти слева направо с увеличением номера от шага к шагу. В данной задаче это не так. Например, 7, 6. В сетевом графике такого быть не должно. Ну, и что мы теперь будем делать? Я возьму белый цвет и буду стирать. Итак, ранг номер 1 Ранг номер 1 Поместим События События Те, в которые Не входит ни одна стрелка. Это будет событие 0. Теперь Сотрем Все стрелки Все стрелки Которые выходят из нулевого события. Все, которые выходят из нулевого события. Я убираю. И будем смотреть В какое событие не входит ни одна стрелка. Ни одна. Значит В третье событие у нас стрелка входит. Во второе событие стрелка входит. А вот в первое событие никакая стрелка не входит. И поэтому я записываю второй ранг. У меня входит в событие 1. Обратите внимание В один не входит ни одна стрелка. После этого После этого Я уберу Все стрелки выходящие Из события 1. Значит Записываю Следующий ранг Следующий ранг третий У меня получилось Что в четвертое Событие И во второе событие Не входит ни одна стрелка. Стрелки в четвертое и второе событие Не входят. После этого Я сотру Стрелку Выходящую из четвертого события И соответственно Из второго Из второго Вот я стерла И смотрю Что же у меня осталось. Значит Событие 5 В него не входит ни одна стрелка. 5 И Из двойки Не стерла Из двойки И событие соответственно 3 Ну и так далее Стирая по очереди Мы получим Что пятый ранг Состоит из одного события 7 Шестой Из двух событий Восьмого И шестого Седьмой ранг Из одного события Десятого Восьмой ранг Из события Девятого И девятый ранг Из события Одиннадцатого Вот так мы распределили события По рангам События распределились По рангам Ну Теперь видно Что первоначальная нумерация неправильна Я уже говорила Вот 6 7 Также неправильно Стоят 10 9 Поэтому Что мы сделаем У нас получилось 9 9 рангов Ну и вот 9 рангов Первый Второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Девять рангов Ну и соответственно У нас было Что В первом ранге Ноль Во втором ранге Один В третьем Четыре Два В четвертом Пять Три В пятом Семь В шестом Восемь Шесть В седьмом Десять В восьмом Девять И в последнем Одиннадцать Разместим здесь Соответствующие События И соединим Их Теми работами Которые У нас Есть Ну в результате Перенумерование Мы получили Вот такой Сетевой график Уже без Разбивки На ранге В этой Задаче Также Поставлены Стоимости Работ То есть Работа 0.1 Ну например Стоит Восемь Дней Или Месяца Обычно Стоимость Это временная Ну можно Конечно Заказывать Рублевую Стоимость Как у вас Получится Итак Мы с вами Сегодня Рассмотрели Как упорядочить График Сетевой Как бы он Не был Задан То есть Он может Быть Задан Работами А также Он может Быть Задан Событиями В связи С этим Как вы Видели Поскольку Каждой Работе Задан Свой Вес То Наиболее Продолжительный Полный Путь В сетевом Графике Называется Критический Полный Путь Это Путь От Начала И До Конца Критическими Также Называются Работы И события Расположенные На этом Пути Ну вот Собственно И все В следующий раз Мы с вами Будем Строить Этот Критический Путь Спасибо Большое До Свидания